Ужасный вид, земля неверная дрожит, он вязнет, нет ему спасения. Зуркину, полный весь огня. Настоящую мини-постановку по стихотворению Лермонтова «Незабудка» показала зрителям семья Ковалёвых. Произведение выбрали не случайно. По словам мамы Натальи, хотелось представить историю о любви, в которой были бы задействованы почти все члены семьи. Мне было сложно учить, потому что произведение очень красивое, легко учится, но оно полностью семейное, можно подготовиться. Мне понравилось, что именно мы выступали. И платья, и костюмы подбирали, и готовили нашу ширму, чтобы там и речку, и болото. И мы очень рады, что все получилось. Семейный чемпионат по чтению Лермонтов вслух проходил в Молодежном библиотечно-информационном центре. Участвовали 12 семей. Им нужно было выбрать любое стихотворение поэта и команды, прочесть его перед жюри и зрителями. Выступление можно было сопровождать аудио- и видеоматериалами, хореографическими, театрализованными и вокальными элементами. Прочитать Лермонтова наиболее эффектно, артистично, в общем, чтобы мы им поставили наивысшие оценки. Хотя это было все-таки не обязательно, потому что одна семья, которая победила, не было у них ни специальных костюмов, ни музыкального сопровождения, ничего не было. Было только выразительное чтение, но какое. То есть жюри у нас очень компетентное, вдумчивое. Мы смотрели именно на то, как люди проживают эти стихи, как они могут передать Лермонтова. Жюри оценивало участников в трех номинациях – лучшее прочтение вслух, самое артистичное исполнение и приз зрительских симпатий. Победителями стали семьи Заматаевых, Ковалевых и Леонтьевых. Все участники получили дипломы призеров. Каждый в этот вечер зарядился творческой и местами трогательной атмосферой, проникся строками Михаила Юрьевича Лермонтова. В этом году страна отмечает 210 лет со дня его рождения. В какие-то моменты я чувствовала, что сейчас я расплачусь, потому что к Лермонтову я совершенно не безразлична. Он первый поэт, которого я полюбила. Это было еще в школе, и с тех пор я его тоже очень люблю. И когда я слышу его стихи, у меня наворачиваются слезы. И когда я сижу в зале, я понимаю, что я сейчас буду рыдать, приходится сдерживаться, быть ответственным человеком. Все-таки я в жюри, я должна оценивать, а не рыдать. Но ничего, получилось. К Ларита вечеру добавила выступление коллектива народного танца «Легенды Кавказа» под руководством Галины Сайгушевой. Зрители смогли первыми увидеть новый номер артистов.